Сегодня днём в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, и сейчас это самая обсуждаемая тема. Естественно, в первую очередь об этом мы спросили нашу коллегу Ольгу Пырочкину, которая участвует в работе медиафорума региональных и местных СМИ Общероссийского народного фронта. Ольга сообщила, что на работу медиафорума ЧП не повлияло. Здравствуйте, коллеги. Сегодня 3 апреля, заключительный день 4-го медиафорума Общероссийского народного фронта. На него собрались лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В этом году это 443 региональных журналиста. Кроме меня, Чувашию представляют ещё два человека. Это корреспондент газеты «Советская Чувашия» Юлиета Фёдорова и представитель российской газеты Евгений Петров. Буквально несколько часов назад закончилось пленарное заседание форума. С нами встретился президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. В предыдущие дни у нас была возможность пообщаться с руководителями и главными редакторами федеральных СМИ, и представителями профильных министерств. Среди спикеров были, например, Сергей Иванов, это специальный представитель президента России по вопросам природоохраны, деятельности, экологии, транспорта, и продюсер Симур Викмамбетов. Также на форуме нам представили первые результаты новых проектов ОНФ. О некоторых из них мы уже рассказывали в нашем эфире. Например, дорожная инспекция, карта убитых дорог, генеральная уборка, интерактивная карта свалок, центр мониторинга благоустройства городской среды. Те, о которых мы пока не рассказывали нашим зрителям, например, равные возможности детям и народная оценка качества, думаю, тоже скоро станут темами репортажей национального телевидения.